МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Госдеп шокирован в США. Осуждают насилие на Донбассе, называя минувшие сутки самыми смертоносными в 2017-м. Янтарное дело народных депутатов. Сегодня в зале суда второй фигурант выходец из Народного фронта Максим Поляков. Его подозревают в том, что за взятку он лоббировал принятие нужных поправок к законам. С какими аргументами сегодня пришли прокуроры и, как парировали адвокаты, расскажет Анна Каменева. В 10 утра в тесном зале Соломинского райсуда появляется подозреваемый нардеб Максим Поляков с адвокатами и пятью коллегами-фронтовиками. Защита к заседанию подготовилась основательная среди документов, обращение жителей поселка Черкасской области и даже письмо из посольства Израиля. Поляков, по данным следствия, через свою помощницу Любанько якобы требовал 7,5 тысяч долларов за внесение необходимых поправок в законы. У прокуратуры есть записи телефонных разговоров и личных встреч со спецагентом Сиваконь. Обвинение заявляет, доказательств хватает, а защита утверждает, что они незаконны. Как требует закон, прослушивание телефона может совершиться исключительно або национальной полиции, або подразделами СБУ. Я не видел, что там прослушивание совершилось СБУ. Показание фактов есть настолько беззаперечным, что говорить о том, что переговор не причинен к заказанному криминальному правопорушению, будет обычной несильной функцией. С пламенной речью выступил и сам Поляков. Говорит, денег не требовал. Вспомнил и о двух айфонах, которые, по данным следствия, купила для него помощница на полученные от спецагента деньги. Но как вы думаете, что я настолько голодранный, чтобы не купить себе два мобильных телефона и ждать, что какой-то Сиваконь мне их привезет и даст, и я их так ожидаю? Спустя почти шесть часов заседания суд вынес вердикт. Залог 304 тысячи гривен, носить электронный браслет и без разрешения следователя не покидать Киев и Умань. Будет ли Поляков носить залог, журналисты так и не поняли. Вы несете заставу? Я вам четко сказал, что я буду выполнять то, что не порушивает Конституцию Крыма. Если он не несет заставу, то есть у стороны обвинения два варианта. Это, снова таки, обратиться к Верховной Раде с колпотанием Генерального прокурора про надание сгоды на держание под вартою или домашнего ареста. В иначе мы можем обратиться с колпотанием про увеличение размера заставы. А вот на вопрос, когда наденут электронный браслет на нардепа, в прокуратуре отвечают, когда найдут. Но не Полякова, а свободный браслет. Носить новое украшение нардеп должен месяц, до 19 августа. Анна Каменева, Геннадий Аникененко, подробности, телеканал Интер. Еще один фигурант так называемого янтарного дела, Борислав Розенблат, заявил, что готов внести залог. Собрать нужную сумму, а это 7 миллионов гривен, ему поможет семья. Также Розенблат добавил, что уже ходит со специальным браслетом на руке. Напомню, 18 июля Соломинский райсуд столицы выбрал для нардепа меру пресечения в виде залога. Другой столичный суд, Печерский, вынес неожиданное решение. Закрыл дело против лидера радикальной партии Олега Лешко. Причем об этом попросили прокуроры. Почему, расскажут наши корреспонденты. Возле Печерского райсуда столицы, кроме традиционного наряда полиции, появилось и оцепление из нацгвардейцев. Все ждут появления Олега Лешко. Кто напугал нардепа, непонятно. Разве что мирные активисты соцпартии и социальные демократы, которые встречали главного радикала возле суда вместе с петухом. Это бюджет 2017 года. Это машины. Это людские субсидии. То ли птица вызвала такой резонанс, то ли Лешко чего-то боится. Но политик появился в сопровождении целой бригады охраны. Как всегда, рядом с ним верные соратники по партии. Андрей Лозовой, к декларации которого у генпрокуратуры возникло множество вопросов. Дмитрий Ленько, который путается в показаниях по делу Гужвы. И Игорь Масейчук. Его в 2015 ГПУ обвиняло в коррупции. Под крики позор в радикалов полетели пачки фальшивых денег. На защиту сразу же бросился Масейчук. Под горячую руку попал петух. Но, как оказалось, самое интересное началось в зале заседаний. Прокуроры, которые обвиняли Лешко в совмещении двух кресел депутатского и главы издания политика, а сначала забросали его вопросами, на которые главный радикал не смог ответить. После чего неожиданно сторона обвинения заявила. После таких заявлений радикал быстро сменил гнев на милость. Не критиковал Лешко и Печерский суд, который удовлетворил просьбу прокуроров и закрыл дело. Хотя ранее политик неоднократно сомневался в компетентности тамошних служителей Фемиды. Расстреляемо десяток прокуроров и десяток судов. Я сам лично это сделаю. Лидер социал-демократов Сергей Каплин уверен, сегодняшнее слушание это спектакль. И причина отсутствия аргументов у обвинения ясна. По словам нардепа, радикальная партия ведет под коверные игры. У меня есть 100% информация про то, что напередине судового заседания произошла встреча Олега Лешко и с представителями банковой. И отдельно была встреча Олега Лешко и с руководством Печерского суда. Ничего в Украине не изменится. Две революции, но как был Печерский суд аппендицитом и филией влады, так он и остается. Оксана Григорьева, Василий Миновщиков. Подробности телеканал Интер. После решения суда, нац.агентство по предотвращению коррупции предоставило доказательства, которые свидетельствуют, что Олег Лешко совмещал должности депутата и руководителя газеты. По данным НПК, это подтверждается копией регистрации газеты, в которой указано, что депутату принадлежит третья акция, а также документами, которые нардеп подписывал, как председатель правления издания «Политика». Вопрос, почему прокуроры и Печерский райсуд столицы не приняли этого внимания, остается без ответа. Илья Кива, называющий себя главой соцпартии, хвастал сегодня бумагами из Минюста, дескать, согласно документам, именно он лидер СПУ. Но социалисты заявляют обратное и говорят о рейдерском захвате полицилы. Все подробности в нашем материале. Люди, именующие себя руководством соцпартии, вышли сегодня к журналистам, показывают документы о якобы официальной регистрации в Минюсте и уверяют, нынешний председатель СПУ Николай Садовой, самозванец, легитимным руководителем является Илья Кива, которого после сомнительного съезда узаконил в должности Минюст, возглавляемый фронтовиком Павлом Петренко. Почему жребий пал именно на советника министра внутренних деловакова, ответа нет. Мне нужно защищать тех бабушек и дедушек, которые на сегодняшний день пинаются всеми, кем не лень. Я пуля, и не дай бог, кто-то встанет на моем пути. Здесь никто никого не боится. И послушайте, да мы весь страх на фронте потеряли. Оно и видно, комментируют заявления Киева в полицовете объединенных социалистов и социал-демократов. Ведь это не что иное, как рейдерский захват соцпартии накануне выборов. Легитимность Николая Садового, уверяют, подтвердил высший админсуд. Он признал законным съезд СПУ, на котором и избрали Садового. Зобовязано Министерству юстиции Украины внести изменения в реестри, прогнать звуки Аваковых, выкраслить Киеву, Устенко и других бандитов, которые пытаются захопить социалистичную партию Украины. Но Министерство юстиции пишет ответы социалистичной партии, где означают, что они не понимают, как внести соответствующие изменения. Александр Мороз, возглавляющий СПУ 20-лет, тоже возмущен. Дескать, такого грязного захвата партии он еще не видел. За абсолютно зрозумимым сценарием робится то, чтобы отновить под другим брендом деятельность Народного фронта. И это все команды Яценко организовывают. Зумеют все прекрасно, что Народный фронт ничто не отдержит. Ему требуется сегодня взять другой бренд. Окончательно точки над И в вопросе, кто же возглавляет СПУ. Объединенные социалисты и социал-демократы хотят расставить в сентябре, на очередном съезде партии. А до этого надеются, что Минюст выполнит решение высшего админсуда. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности. Телеканал Интер. Сегодня стала известна точная дата переговоров в нормандском формате. Они пройдут в телефонном режиме в понедельник, 24 июля. Об этом сообщил президент Петр Порошенко во время встречи с лидером Беларуси Александром Лукашенко. С чем приехал Батька и почему не обошлось без эксцессов, расскажет Елена Зорина. Подходы и подъезды к администрации президента с самого утра под охраной полиции нацгвардейцев. Официальная программа визита начинается с получасовым опозданием. Объятие и приветствие на украинском. Витаю бойню! Это уже вторая встреча президента в этом году. Официальный разговор посвящен экономическим и гуманитарным вопросам. Сразу после церемонии в президентском дворе Порошенко и Лукашенко исчезают подальше от журналистских глаз. Поговорить тет-а-тет. И только спустя два часа выходят к прессе. Начинают с подписания документов. Но не успевают министры взять ручки, как... Стоп! 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 На акцию в феминистке Лукашенко улыбнулся. Оказалось, девушка аккредитовалась на мероприятие по поддельным документам журналиста. Навстречу этот инцидент не повлиял. Белорусский лидер заверил, рассчитывает на сотрудничество с Украиной во всех сферах и готов помогать в минском формате. Я никогда не ставил перед собой цель бежать впереди паровоза или спешить вперед, батьки, в пекло. Я делал, делаю и буду делать только то, о чем меня попросят два президента. Прямо во время выступлений Лукашенко одному из членов делегации становится плохо. Глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко теряет сознание. Из зала его отправляют в больницу. Надо взять стул, возьмите стул, человек. Но брифинг продолжился. Президент Порошенко также говорил о минских договоренностях. Я вкотре отримал запевнение от вас, пане президента, что территория дружной для Украины Республики Беларусь никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины. А Украина, белорусский кордон, никогда не будет кордоном войны. Президент Порошенко отметил, закрывать глаза на нарушение соглашений Киев не будет. Дескать, или прекращение огня, или ужесточение санкций в отношении России. Елена Азурина, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Сегодня днем боевики снизили интенсивность огня. В штабе АТУ не исключают, что наемники накапливают силы и могут возобновить провокации. Возле одного из крупнейших укрепрайонов боевиков Донецкого аэропорта побывала наша военкор Ирина Баглай. Донецкий аэропорт боевики усиленно превращают в крепость. В 2015 году резали его на металл, теперь же железо завозят посреди дня грузовиками. Железо завозят за новый и за старый терминал. Именно привозят, что мы чуем, как они его скидают. Приезжает техника. А еще открыто подогнали инженерную технику на линию огня. Со стороны метео машины подвижают на их позицию. Это новый терминал. Оттуда его за нами постоянно спостерегают. Так само оттуда работают инколы снайперы, ну, с тех новейших винтовок. С сумерками переходят на более крупный калибр. Огонь корректируют с неба. Так наемники пытаются загнать пехотинцев в укрытие и уже из запрещенных орудий целятся по мирным городам. Минометы постоянно работают. Близнецы. Два дома. Так называемые слоники, шахты с наклонными галереями. Работают минометы. Старый терминал. Вчера били в район Авдеевки, промзона. Подземные парковки терминала, Путиловский мост, промздания. Это укрытие для тяжелой техники врага. И военные сообщают, в последнее время количество боевых единиц увеличилось. Пехотинцы под носом у врага обозначили новый рубеж украинской земли. В днем металлурга под покрытием ночи наши парни установили украинский флаг на взлетной полосе. Флаг Украины в Донецком аэропорту российские наемники пытались сбить. Безуспешно. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Но не только вражеский огонь уносит жизни наших бойцов. В четверг семь военных пострадали во время пьяной ссоры в Песках. Об этом со ссылкой на свои источники заявил интернет-портал Левый берег. По данным ресурса один из бойцов бросил две гранаты под ноги сослуживцам. Правоохранители открыли уголовное дело Дебоширу инкриминирует покушение на убийство. США обеспокоены происходящим на Донбассе и призвали Россию а также боевиков прекратить агонии отвести вооружение. Госдеп заявляет санкции против РФ останутся в силе а курс на политическую поддержку Киева и дальше будет неизменным. Все подробности знает Дмитрий Анопченко. В Госдепартаменте есть правило the main is on the top. Пресс-секретарь ведомства выходя к журналистам начинает брифинг не дожидаясь вопросов. Зачитывает заявление от имени Соединенных Штатов о том, что беспокоит сейчас официальный Вашингтон больше всего. В этот раз Хизер Нойерт начала с происходящего в Украине. США осуждают нынешний всплеск насилия на востоке Украины. Мы вновь призываем Россию и силы которые она вооружает тренирует и руководит именно востоке Украины немедленно начать соблюдать перемирие в соответствии с Минскими соглашениями. Более того Украине посвятили и первую половину брифинга. Дело в том, что в этот же день Минфин Соединенных Штатов оштрафовал на 2 миллиона долларов нефтяную компанию ExxonMobil за нарушение антироссийских санкций введенных как раз из-за войны на Донбассе. И в тот момент когда санкции были нарушены компанию возглавлял нынешний госсекретарь Рекс Тилерсон. И пресса требовала заверений, что человек, который отвечает за политику по украинскому вопросу и за сами санкции теперь полностью им привержен. Госдепу пришлось еще и еще раз подчеркивать политика в отношении Украины неизменна, санкции останутся в силе, Тилерсон больше не связан с бизнесом и как политик полностью на стороне Украины. Госсекретарь искренне поддерживает не только Украину, но и ее президента Порошенко. Это четко демонстрирует то, что он недавно посещал страну, что он назначил посла Курта Волкера спецпредставителем по выполнению Минских соглашений. Журналисты спросили, Нойерт, будет ли эта поддержка не только политической, но еще и военной в связи с обострением ситуации. В ответ в Госдепартаменте сказали, что окончательное решение о предоставлении летальных вооружений пока что не принято, но ситуация на Донбассе настолько беспокоит всех в этом здании, что спецпредставитель Волкер сейчас будет делать все возможное, чтобы остановить огонь. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Которые покушались на жизнь нардепа-фронтовика Антона Герасченко предстали перед судом. В следующий понедельник должны отобрать присяжных, после чего дело начнут рассматривать по сути. Правда, несмотря на пиар, резонанс этого покушения заседание пройдет в закрытом режиме. Детально об этом наши корреспонденты. Эта история тянет на киносценарий. 100 долларов на такси, взрывчатка в лотке и фотография публичной жертвы при себе. Сериал под названием «Покушение на Антона Герасченко» страна увидела в январе 2017-го. Спецслужбы у дома фронтовика тогда задержали двух киллеров самодельной бомбой в пластиковом пищевом контейнере. Прикрепить взрывчатку злоумышленники по информации СБУ пытались к машине нардепа. Сам выживший слуга народа Антон Герасченко о случившемся первым делом поведал в фейсбуке и написал проникновенный пост. Дескать, отныне у него два дня рождения, а позже заявил это дело рук России. Попытка покушения на меня, предотвращенная службой безопасности Украины, является лишь одним из звеньев в цепи работы диверсионно-террористического центра, созданного на территории Российской Федерации. Версию Герасченко под сомнение сразу же поставили эксперты-криминалисты и политологи. Уж слишком много несостыковок во всей этой истории. И она больше похожа на постановочный спектакль ради самопиара. Дело Герасченко очень уж слишком много там видим политики, такого пиара в этом деле. Безусловно, Герасченко не самый важный в Украине политик, не политик, который принимает какие-либо ключевые решения из точки зрения какого-то более глобального протестования. Он никому не интересен. Точку в запутанной истории поставит суд. Двое подрывников киллеров уже на скамье подсудимых. Но несмотря на резонанс, дело будут рассматривать в закрытом режиме. Обвиняемые ранее судимые граждане Украины. Святослав Жиренко с Донбасса, за спиной у которого триходки, и крымчанин Дмитрий Яков, отбывавший наказание за разбой. Слишком часто у нас на депутатов покушаются, там по окнам стреляют, урны взрывают, не знаю, им осколки в мягкие места попадают, а все это ничем не заканчивается. Интересно и то, что судить обвиняемых будут присяжные. В понедельник, 24 июля, Печерский суд должен выбрать трио из народа, после чего дело начнут рассматривать по сути. А вот высокопоставленному чиновнику времен Януковича, замглава администрации президента Юрию Чмырю, ГПУ выдвинуло подозрение. Ему инкриминируют сокрытие паспорта, подделку документов и пробелы в декларации. Подозрение передали адвокату, поскольку сам Чмыри на вызов в прокуратуру не явился. Подробности далее в сюжете. Актер танцевального и песенного жанров и по совместительству в 2013-м глава Сумского облсовета. О своей любви к региону губернатор Чмырь обычно пел по праздникам. Но уехать все-таки пришлось. В конце 2013-го во время революции достоинства Юрия Чмыря Янукович назначил замглавой своей администрации. Чмырь представитель новой команды в окружении Януковича, которая появилась и раскрылась в последние годы его управления. И скорее всего своим кадровым ростом он обязан кому-то из новой этой команды. То ли сыновьям Януковича, то ли Арбузову, Клименко, Захарченко. В феврале 2017-го ГПУ заявило о его причастности к силовому разгону Евромайдана. А вот эксперты говорят, что кроме этого на банковой времен Януковича Чмырь занимался темниками для СМИ. Он мог отвечать за какой-то участок работы, например, за телевидение, предположим. Он мог отвечать за какие-то другие вещи. Чмырь мог плыть, потому что где-то подписывал какой-то документ. А совсем недавно оказалось, что бывший замглавы администрации Януковича подпольный миллионер. У него в банковских ячейках следователя ГПУ нашли полмиллиона незадекларированных долларов. Генпрокуратура считает, что Чмырь также умолчал о девяти квартирах, трех паркоместах в Киеве, доходах от продажи недвижимости и корпоративных правах. С 2015-го он снова при власти, уже депутат Сумского облсовета. Ведет публичную жизнь, но прийти в прокуратуру времени не нашел. Теперь, не считая дела Евромайдана, Юрию Чмырю грозит лишение свободы на срок до двух лет. Павлина Василенко, Любовь Кукла, Даниль Косаковский, подробности телеканал Интер. В Запорожье представители генпрокуратуры провели обыски на предприятии Мотор Сич. Честное акционерное общество выпускает авиадвигатели для самолетов и вертолетов. Чем был вызван визит силовиков и что нашли, расскажут наши корреспонденты. По информации ГПУ, визит на Мотор Сич вызван возможными финансовыми махинациями на предприятии. Дескать, разбазаривали средства, потом их присвоили. Речь идет о 350 миллионах гривен. Идется про имоверное завышение цен на двигатели и подальше выведение денег через фиктивные структуры, в том числе с использованием так называемых смертевых акций. То есть ценных паперов, которые не имеют никакой верности. Во время обыска нашли полмиллиона долларов наличными, а также антиквариат. В то же время в областной прокуратуре о возможных хищениях на запорожском предприятии ничего не слышали. А с 13 по 16 год 350 миллионов гривен достаточно большинство беззапережно. А прокуратура этим не занимается? И ничего не занимается? Криминальное проведение расследует центральный аппарат або Генеральная прокуратура або соответственно Служба безопасности Украины мне это не известно. Между тем финансовые махинации это не единственное в чем подозревают предприятия Моторсич. Нарази есть несколько криминальных проведений. Один из них ведет Служба безопасности Украины оно сводится до того что большая часть акций которые были раньше выведены на офшорной компании власть была передана в неустановленном чинным законодательством предку. На Моторсич ситуацию с обысками не комментируют. Всю официальную информацию обещают обнародовать на следующей неделе. В ГПУ же имена подозреваемых готовы назвать только тогда когда изучат все материалы дела. Сергей Бордюжи Елена Медалюк Игорь Воробей Евгений Коденцов Подробности Телеканал Интер Генпрокуратура открыла уголовное производство против Нардепа сопредседателя фракции оппозиционный блок Александра Вилкула Его подозревают в неуплате налогов Об этом журналистам в Днепре заявил генпрокурор Юрий Луценко По его словам дело открыли буквально сегодня и если депутат заплатит все налоги то его не будут привлекать к уголовной ответственности В свою очередь Вилкул отвергает обвинения и утверждает что никаких финансовых нарушений не совершал Это продолжение давления на оппозицию На самом деле я даже рад что расследованием этого вопроса будет заниматься ГПУ плюс я подал касационную жалобу в Державную Фискальную службу Украины Я надеюсь специалисты получше они разберутся потому что цифры упрямая вещь и вылезет фальсификация которую сделала Днепропетровская налоговая В Закарпатском селе чиновник набросился на активистку ему не понравилось что женщина вела видеосъемку заседания местных депутатов Что же такого секретного обсуждали районные власти все подробности выясняла Марина Коваль Это видео сняла на мобильный телефон активистка из села Каретняны Антонина Гал на сессии местного совета землеустроитель в агрессивной форме требует у женщины прекратить съемку использует нецензурную лексику и угрожает Антонина Гал на которую напал землеустроитель уехала из села связаться с ней можно только по телефону Я себе спокойно стояла я даже слова ему не успела сказать даже не зареагировала на то что там то все было за пару секунд Я в каждой сессии приходу и снимаю все сессии на телефон Я знаю может я просто им мешаю а вот сам землеустроитель говорит что Антонина пытается разрушить его личную жизнь накануне он и активистка сцепились в соцсети по поводу ремонта водопровода после чего женщина написала невесте чиновника намекнув что у него есть другая женщина Если бы этой переписки не было я бы ее не тронул Когда уже политика лезет в особенное життя я думаю это неправильно Мы на сессию пришли слово за слово я говорю слушай сюда ты как право маешь то-то-то-то-то Тем не менее Александра ваша уволили Дальше милиция Мы не допустили что никто его не защищает но априори женку слава богу никто не ударил мы этого старались не допустить А вот односельчане в мнениях разошлись Но для того чтобы решить засудить чьи есть действия то нужно просто быть в том месте с начала до конца Это хамство там есть статья криминального кодекса Полиции открыли уголовное производство по статье хулиганства экс-чиновнику грозит штраф около 800 гривен или ограничение свободы до трех лет Марина Ковальюри Ковалев подробности телеканал Интер Закарпатская область А в Черкасской области председатели сельсоветов сегодня агитировали использовать при госзакупках систему Прозора Для этого чиновников собрали на тренинг и подробно рассказали о системе публичных электронных закупок Подробности знает Елена Брынза Александр Беззубой гривен И только по четырем из них закупки прошли через Прозоро. В этом году из госбюджета снова выделят на округ 60 миллионов гривен. Вот же 60 миллионов гривен. Если прогнозировать эти цифры, что Прозоро даст экономию в 10-12%, мы можем додатково отримать для государственного бюджета 6-7 миллионов гривен. Первый плюс, что, возможно, было бы. Но для этого нужно добрая воля органов местной власти. Это позволит вам экономить деньги. Это позволит вам дать лучшую послугу. Насколько успешно сельсоветы используют Прозоро, покажет мониторинг по итогам года. А уже в понедельник Сергей Рудык с группой народных депутатов-мажоритарщиков планируют поездку по девяти пограничным областям. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности. Телеканал Интер. Черкасская область. Львовская облгосадминистрация расторгнет договор с перевозчиками, которые не довосят мусор до полигонов. Правоохранительные органы уже направили материалы по факту незаконного сброса отхода в селе Старый Ярочев Львовской области. Теперь полиция должна установить перевозчика-нарушителя. Напомню, контракты с ними подписывала Львовская мэрия. В соседней Польше не утихают массовые протесты против судебной реформы. В центре Варшавы разбили палаточный городок. Активисты уверены, правящая партия Ярослава Кочинского с помощью нововведений пытается установить контроль над судебной системой и узурпировать таким образом власть. Напомню, Украина дважды переживала реформирование судебной системы. Широкий резонанс вызвал ее первый этап в 2010-2013 годах. Не меньше критики и у новой стратегии, рассчитанной до конца 2017-го. Разрушительное землетрясение в Греции и Турции. Два человека погибли. Это граждане Швеции и Турции. Еще 200 травмированы. В украинском МИДе сообщили, украинцы не пострадали. Толчки магнитудой 6,7 ощутили жителей и туристы на греческом острове Косвий, Егейском море и популярных турецких курортах Бодруме и Мармарисе. Продолжается эвакуация. При этом украинцы отдыхающие на этих курортах, пишут в соцсетях, что в некоторых гостиницах им отказали в переселении. 11 чудотворных образов Пресвятой Богородицы из разных уголков Украины прибудут 27 июля в Киев по случаю молебна на Владимирской горке. После торжественной части участники молебна крестным ходом пойдут к Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, а 28 июля там состоится Божественная Литургия в честь Крещения Киевской Руси. Такими были новости этого дня за развитием событий. Следите на нашем сайте подробностей. Я желаю вам хорошего вечера. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова